Первый вопрос, который мы с вами разберём, я надеюсь, что вам удалось, по крайней мере, большинству из вас, удалось посмотреть видео, которое я задавала, это, собственно, начиная с Древней Руси, да, с Восточных Славян и заканчивая феодальной раздробностью монголо-татарами. Скажите, пожалуйста, удалось ли вам посмотреть эти видео по теории, чтобы разобраться совсем поподробнее? Угу. Вебинар будет длиться примерно полтора часа, вот, ну, плюс-минус. Смотрите, чтобы получать, вот, я смотрю, вопросы, когда ДЗ задавали, смотрите, чтобы получать домашние задания, у нас есть специальный чат ВКонтакте, где я отправляю домашние задания, у нас есть там куратор, который проверяет их и даёт вам обратную связь, для этого у вас должен быть оплачен сам курс видео на сайте, и вы можете написать нашему администратору ВКонтакте, да, в сообщение группы, что вы хотите заниматься с наставником, просто напишите, хочу заниматься с наставником, и если у вас оплачен этот курс, то вас автоматически подключат к нашему чату, вот, и там я буду присылать домашки, это посмотреть видео, различные дополнительные ссылки для того, чтобы углубить свои знания, и также буду присылать вам задания, да, то есть непосредственно из ЕГЭ по истории, и наш куратор будет проверять, в том числе и сочинения, вот. Так что вам просто нужно написать в сообщение группы, это всё, что требуется. Ладно, окей, я думаю, что... Да, вебинары будут в 18.30, к сожалению, по-другому не получается у меня со временем, вот, поэтому в 18.30 это единственный оптимальный вариант. Да, вот, Яна, спасибо, скинула группу нашу ВКонтакте, и там просто пишите сообщение в группу, и вас добавят в наш чат, дружелюбный и милый, вот, там будете выполнять задания. Окей, хорошо, давайте сделаем с вами сегодня следующим образом, я подготовила для вас задания по этим периодам, которые, надеюсь, вы посмотрели, узнали, или даже если не смотрели, всё равно для вас это будет полезно, и также мы сегодня с вами разберём, как писать историческое сочинение на максимальные 12 баллов. Вот, очень надеюсь, что те критерии, которые вы сегодня узнаете, вам действительно помогут писать историческое сочинение без ошибок, и вы будете получать максимальное количество баллов. Итак, давайте с вами приступим, сейчас я включу демонстрацию, и мы с вами посмотрим всё. Одну секунду буквально. Так, надеюсь, вам видны задания, и сейчас вам должен быть виден файл с критериями. Скажите, видно? Всё окей? Отлично, хорошо. Итак, давайте расскажу вам про то, как писать историческое сочинение. Во-первых, чтобы вас замотивировать писать исторические сочинения хорошо и каждую неделю, что от нас, что требуется, собственно. Подождите, вы сейчас видите карту или файлик, где написано, даётся три периода истории на выбор? Или карту видите? Так, подождите, так не должно быть. Сейчас, подождите, сейчас мы всё исправим с вами. Сейчас всё сделаем с вами. Ничего страшного. Сейчас давайте ещё раз с вами посмотрим. Так, а теперь... Так, критерии. Всё, отлично. Всё, отлично, отлично. Всё, теперь всё видно. Так вот, чтобы вас замотивировать писать сочинение на максимальное количество баллов, скажу следующее, что за всё историческое сочинение вы с этого года можете получить аж 12 первичных баллов. На минуточку, при переводе на стубальную систему, то есть на вторичные баллы, это где-то 25 баллов из 100. То есть, представляете, 25% ваших баллов, 1 четвёртая всех ваших баллов — это историческое сочинение. Поэтому, конечно, если вы планируете писать экзамен по истории на 80 плюс баллов, то без исторического сочинения тут, конечно же, не обойтись. Тут только так. Без исторического сочинения 80 плюс баллов набрать просто физически невозможно, даже если у вас будет идеально выполнена первая и вторая часть. Это просто нереально. Что нужно знать про историческое сочинение? Про него нужно знать следующее, что, во-первых, это то задание, к которому вы можете подготовиться максимально хорошо. То есть здесь нет никаких моментов, которые бы были удивительными. Вот вы пришли на экзамен и вдруг увидели историческое сочинение и просто удивились, что вам подобные вещи попались. Нет, мы представляем себе, как выглядит у нас историческое сочинение, какие формулировки там могут нам встретиться. Итак, это ваше 25-е задание в Киме. И вы там увидите три периода по истории на выбор. В первом периоде у вас будут какие-то хронологические рамки с древнейших времён до 1689 года, то есть до правления Петра I, не включая правления Петра I. То есть всё, что у нас идёт до конца XVII века, от Рюрика до царевны Софии. Вот это всё вам может попасться в первом периоде. Во втором периоде, так называемом имперском периоде, вам попадаются хронологические рамки из XVIII и XIX веков. То есть любая хронологическая рамка там может встретиться. И третий период — это, естественно, советский период, всё, что у нас идёт после революции 1917 года. Вот это важно понимать. Вы выбираете тот период, который, естественно, вы знаете лучше всего, в котором вы ориентируетесь лучше всего, где вы сможете назвать определённые события, где вы знаете термины, где вы знаете, в конце концов, исторических личностей и можете рассказать об их деятельности, об их действиях в исторических ситуациях. Поэтому очень важно выбирать тот период, не который вам больше нравится, а тот период, по которому вы знаете больше информации. Вот это, на самом деле, самое главное. Соответственно, после того, как вы выбрали период, вам нужно написать само сочинение. Сразу отвечу на возможные ваши вопросы. Считают ли количество слов? Нет. Количество слов не важно абсолютно. То есть это может быть сочинение, не знаю, на одну страничку, на три страницы, на десять страниц, сколько угодно, сколько вы считаете нужно. Никто слова не считает, проверит всё, что вы написали. Это первое. А второе, то, что, наверное, я думаю, вас обрадует, в историческом сочинении не считают орфографические и пунктационные ошибки. Я думаю, это такая боль сочинений по литературе и сочинений по русскому языку. Так вот, здесь вы можете расслабиться, в сочинении по истории на это не обращают внимания, то есть никак не смотрят. Да, это действительно балдёжно. Но смотрите, я вас не призываю делать орфографические ошибки. Пожалуйста, пишите грамотно, красиво. Но просто вы должны понимать, что за это снять баллы у вас не могут. Но не пугайте проверяющего, пожалуйста, постарайтесь написать максимально грамотно, насколько это возможно. Вот. Теперь давайте пройдёмся по критериям. Вас проверяют, ваше сочинение точнее, проверяют исключительно по критериям. То есть человек не может снять вам баллы только потому, что ему, не знаю, в целом не понравилось сочинение. Как-то вот не так, как он представляет, вы его написали. Проверяющий проверяет, извиняюсь за тавтологию, проверяет ваше сочинение исключительно по критериям. Если мы эти критерии с вами знаем и чётко представляем, как их выполнять, то всё, 12-бальное сочинение у нас фактически в кармане, что круто, конечно. Вот, давайте пройдёмся по критериям, а потом, как вы меня просили неоднократно, я приведу некоторые примеры, как выполнять тот или иной критерий. И сразу вас попрошу, если возникают какие-то вопросы по тому, что я говорю, сразу пишите об этом в чат, мы сразу будем это разбирать. Хорошо? Потому что не надо идти дальше, пока не усвоен материал. Окей, договорились. Итак, поехали. Всего критериев 7, которые нам нужно выполнять на сочинении. Начнём с критерия первого. К критерии первого вам нужно указать за всё сочинение хотя бы два события, явления или процесса. Что это значит? Это значит, что вы должны просто буквально в первом абзаце или в любом другом сказать, что в этот период происходили следующие события. Ну, допустим, у вас идёт период, не знаю, с 1325 по 1389, и вы говорите, в этот период правления происходило антиарбинское восстание в Твери и Куликовская битва. Всё, два балла по критерию первого вы получили. То есть это, на самом деле, один из самых лёгких критериев, баллы, по которому вы просто обязаны получить, вы обязаны получить два балла, особенно после нашего курса, ну, то есть 100%. Если вы не можете назвать два события, которые происходили в этом периоде, наверное, вообще не надо выбирать этот период, посмотрите на какой-нибудь другой. Вот, то есть просто указали, просто перечислили эти события и всё. Что касается дат, то даты писать вам не обязательно, то есть можете написать, можете не писать их вовсе, но если вы пишете даты, то вы должны быть уверены, что они правильные, потому что если вы ошибётесь хотя бы на один год, плюс-минус, то это будет фактическая ошибка, и вам снимут баллы по критерию шестого. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, просто перечисляйте два события. На явления и процессы сильно не обращайте внимания, лучше указывайте события. Ну, давайте приведу примеры. Явлением, например, будет являться, явлением будет являться, хорошо. Например, смягчение нравов восточных славян после крещения Руси, после принятия христианства. Это некое явление, какая-то характеристика, которая была, которая была характерна для определённого периода. Если мы говорим про процессы, то это какие-то глобальные движения, какие-то глобальные события, комплекс событий, которые происходили в тот или иной период. Ну, например, процесс феодальной раздробленности, процесс дробления земель в XII веке. Или там процесс централизации государства при Иване III. Это тоже можно указывать, за это тоже вы получите баллы, но, на мой взгляд, чтобы не путаться, более конкретно будет указать события, которые происходили в данном периоде, и тогда вы не будете беспокоиться о том, всё ли хорошо вы указали или нет. Вот и всё, что нужно знать на самом деле про критерий первый. Скажите, пожалуйста, с критерием первым всё понятно, нет вопросов. Можем идти дальше. Окей, хорошо. Переходим к критерию второму. Критерий второй сложнее. Тут вам нужно указать две исторические личности, которые относятся, деятельность которых относится к этому периоду, а также, внимание, охарактеризовать роль этих личностей. Что значит охарактеризовать роль? Роль — это конкретное действие той или иной личности в каких-то конкретных исторических событиях. Действие мы, как правило, выражаем глаголом. То есть, когда нам нужно выполнить критерий второй, то мы с вами пишем предложение а-ля подлежащее сказуемое. То есть, этот князь что-то конкретное сделал. Всё. То есть, только так, да, конкретное действие выражается глаголом. Подлежащее сказуемое. Тогда вы точно пишете конкретно, да, конкретно это действие. То есть, вообще, запомните, что в историческом сочинении всё надо писать максимально конкретно. Вот, максимально, насколько это возможно. Так вот, но тут есть тоже свои сложности. Не принимаются в качестве ролей личности следующие формулировки. Пожалуйста, их запомните. Это для нас будут такие стоп-слова, которые просто не принимаются, за это вам не поставят баллы. Например, не будет принято в качестве конкретной роли личности, если вы скажете, что этот князь организовал поход. Или просто, что он отправился в какой-то поход. Или вы скажете, что какой-то князь возглавлял войско в какой-то битве. Или что он вообще, какой-то человек, занимал какую-то должность, был кем-то. То есть, вот эти общие формулировки, они не будут приняты. Потому что, согласитесь, когда человек-князь или еще кто-то полководец руководил войском, он принимал какие-то конкретные решения. Он конкретно что-то делал. Он что-то приказал сделать. Ну, то есть, самый лучший пример, на мой взгляд, это пример с Дмитрием Донским. То есть, если вы скажете, что Дмитрий Донской возглавлял объединенное русское войско на Куликовом поле, это ноль баллов. Вам за это ничего не поставят, потому что это не конкретно. А если вы скажете, что Дмитрий Донской приказал войскам перейти через Дон, дабы своевременно прийти на Куликово поле и раньше поставить войска, не дать соединиться Мамаю и Егайло, вот это будет конкретная роль личности, конкретное действие. То есть, вы охарактеризовали конкретные действия личности в конкретных исторических событиях и дали этому характеристику. То есть, почему это важно для истории. То, что он просто возглавлял, то есть, непонятно, типа, он сидел на коне, он был на холме, что он делал, вообще непонятно. А вот то, что он приказал что-то сделать, это да. И Дмитрий Донской приказал поставить засадный полк во главе с тем-то, с тем-то, для того-то, для того-то. Вот. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Вот. То, что должно быть максимально конкретно. Никаких возглавлял, объединял, руководил, это все не принимается. Обратите на это внимание. И таких личностей, таких действий должно быть не менее двух. Теперь отвечаю на те вопросы, которые есть в чате по поводу того, а можно ли указать более одного события или более двух событий, или более двух личностей и их роли. Да, конечно, можно. И я, на самом деле, рекомендую писать больше. Да, с одной стороны, вы можете, конечно, сказать, что это риск совершить фактическую ошибку, но вообще лучше не пишите, конечно, то, в чем вы не уверены, чтобы не совершить фактическую ошибку. Но лучше писать в запас, потому что если у вас не примут какую-то одну роль личности, ну, допустим, она будет слишком общая или что-то с ней еще будет не так, как-то вы неграмотно это сформулируете, но будут вторая и третья, которые будут хорошими, то вам поставят максимальное количество баллов. То есть лучше пишите в запас, чтобы все-таки получить максимальное количество баллов по критериям. Поэтому, конечно, лучше писать не два события, а три события, не две личности, а три личности и три роли их указывать. Если у вас есть такая возможность, у вас есть достаточно знаний, 100% нужно писать больше. Ну, то есть я считаю так. Вот. И сегодня вебинар будет не только по сочинению, мы сейчас начнем с сочинения, а потом перейдем с вами к практике, будем практиковаться на конкретных заданиях. Вот, так что у нас практика с вами основное впереди. Должны ли события быть как-то связаны с историческими личностями? Нет, на самом деле не обязательно. Вы можете в первом абзаце указать какие-то одни события, а потом писать роли личности по другим событиям. Просто у вас будет больше событий, о которых вы будете писать. То есть, допустим, с тем же Дмитрием Донским вы можете сказать, что вот, там, не знаю, или вы с этим периодом с 1325 по 1389 вы скажете про антирдынское восстание в Твери и скажете про Куликовскую битву в первом абзаце. А дальше по ролям личности, не знаю, вы возьмете, допустим, вообще, не знаю, какого-нибудь хана Тахтамыша, который совершил набег на Москву, или возьмете, не знаю, кого-нибудь еще, Семена Гордова, например. Вот, поэтому нет, не обязательно эти события должны быть связаны именно с этими историческими личностями. Вы можете писать больше. Они могут быть связаны, могут быть не связаны. Это не обязательно. Да, главное, чтобы критерии были выполнены. Вот и все. Вот. Это то, что касается критерия второго, вот это очень важно, пожалуйста. Максимально конкретно подлежащее сказуемое. С критерием вторым понятно? Отлично. Хорошо. Давайте перейдем теперь к критерию третьему. Критерий третий подразумевает, что мы должны с вами указать не менее двух причинно-следственных связей в рамках данного периода. Что это значит? Что такое причинно-следственная связь? Возможно, это словосочетание ввергает в вас страх, причинно-следственная связь звучит как-то прям совсем страшно, но на самом деле причинно-следственными связями мы пользуемся с вами до каждый день. Давайте представим с вами ситуацию, что вы опоздали на урок в школе. Наверняка с каждым происходила такая ситуация. Вот вы опаздываете на урок, стучитесь в дверь и спрашиваете, жеза, да, вот, и спрашиваете, можно ли войти? И вам отвечают, типа, а почему ты опоздал? Да, причина твоего опоздания. Все учителя очень хотят знать, почему ты опоздал. И вы говорите, я опоздал, потому что я не успел на автобус, или я опоздал, потому что проспал, меня мама вовремя не разбудила, или будильник не прозвенел, или, не знаю, я опоздал, потому что длинная была очередь в столовой, я не успел купить что-то. То есть, вы используете в данном случае причинно-следственную связь. Вы говорите о том, что есть следствие, я опоздал, и есть причина вашего опоздания, это, вот, не пришел автобус вовремя, или будильник не прозвенел. Вот это и есть причинно-следственная связь. То есть, причинно-следственная связь это связь между двумя событиями, одно из которых выступает причиной, а другое выступает следствием. То есть, одно событие порождает, вызывает другое событие. Давайте приведем пример какой-то причинно-следственной связи между событиями. Возьмем ту же самую, не знаю, Куликовскую битву и задаетесь вопросом, какие причины Куликовской битвы? Кстати, давайте напишите, а какие причины Куликовской битвы вы знаете? Вот вы бы как оформили причину-следственную связь? Какие причины Куликовской битвы можете привести? Да, например, нет будильника или будильник не прозвенел, и я опоздал. Это причинно-следственная связь. Приведите вот примерно вот с Куликовской битвой причинно-следственную связь. Вот попробуйте написать просто коротенечко, не расписывайте прямо это как в сочинении. Или, может быть, с другим каким-то историческим событием, может быть, не обязательно с Куликовской битвой. С чем угодно. Ага, не выплата, да, не орде. Да, то есть вы пишете, что одна из причин Куликовской битвы, это было... Одной из причин Куликовской битвы было не выплата дани орде со стороны московского княжства, со стороны Дмитрия Донского. Так, тут предлагает, князь Игорь умер, потому что пошел за вторым полюдием. Давайте немножко переформулируем, что князь Игорь пошел второй раз повторно собирать дань, и это привело к восстанию древлян, которые убили князя Игоря. Ну, то есть просто немножко по-другому сформулируем, но в целом, да, это у нас причинно-следственная связь. Угу, хорошо. Вот, то есть вы привели два каких-то конкретных события, не знаю, восстание древлян и повторный сбор даний, повторное полюдие и связали их в причинно-следственную связь. Вот, понятно? То есть вот это у вас и будет причинно-следственная связь. Или вы можете взять последствия Куликовской битвы, то есть победа на Куликовом поле заставила людей поверить в возможность победить монголов, объединившись. Да, это заставило людей сплотиться и объединиться вокруг московского княжества. Победа на Куликовом поле привела, да, к духовному подъему общества, привела к тому, что возвысилось московское княжество и московский князь как победитель над монголами, так как Куликовская битва была крупнейшей и первой такой крупной победой над монголами. Вот это тоже у вас причинно-следственная связь. То есть почему нет? Вот и все, вы это все описываете, никаких проблем, да, с этим нет. Или если пишете про князя Владимира, про причины, почему он принял христианство. Все, то есть вы берете какие-то события и задаете вопросы, почему так произошло. Вот. Это то, что нужно знать по поводу критерия третьего. Тоже не менее двух причинно-следственных связей, но рекомендую больше все-таки их описать. Давайте перейдем к критерию четвертому. Критерий четвертый, один из самых сложных критериев на экзамене. Критерий четвертый — это оценка значения периода для истории России. Вы берете последний абзац, как правило, и подводите итоги. Вот то, о чем вы сказали до этого сочинения, вот в вашей основной части. Вы должны дать определенные значения этому периоду. То есть сказать, этот период привел к прогрессу или к регрессу, к возвышению или наоборот. То есть дать какую-то оценку, давайте так скажем, этому периоду. Но вам нужно дать не просто оценку, типа, это было хорошо или плохо, или я считаю, что этот период отстойный или наоборот классный. Вам нужно дать оценку этому периоду, исходя из конкретных исторических фактов или действительно с опорой на мнение историков. Но я думаю, что никто из вас не зазубривает конкретные мнения историков по каждому периоду, поэтому я это опущу, потому что, как правило, мы все-таки с вами в состоянии самостоятельно написать оценку тому или иному периоду, самостоятельно, в общем, исходя из объективных фактов, вычленить итог. Что здесь важно, что когда вы даете оценку периоду, вы обязательно должны выйти за верхнюю границу этого периода. То есть закинуть такую удочку в последующие периоды. А как вот эти события, о которых я сейчас говорил в основной части, повлияют на события в будущем? Приведут ли они к чему-то? И здесь тоже нужно писать максимально конкретно. То есть, допустим, вы пишете сочинение по периоду правления Ольги, и там обязательно, наверное, все-таки рассказываете о том, что Ольга приняла христианство в Константинополе, именно она сделана в Константинополе, не в Риме, а именно в Византийской империи, то есть приняла восточную ветвь христианства. И дальше, чтобы выйти за верхнюю границу периода, вы можете сказать, что это решение Ольги, принять христианство в Константинополе, повлияет на выбор веры ее внукам, князем Владимиром. И князь Владимир тоже при выборе веры остановится на восточной ветве христианства и возьмет христианство у Византии, а не у католического Рима и уж тем более не у других каких-то конфессий и религий. Вот, то есть все, вы сказали, вот при Ольге такое было событие и конкретно привели связь с последующими событиями. Вы выходите за тот период, о котором вы сейчас писали. Вот, вот это важно. Окей, здесь понятно про критерий четвертый? Хорошо. Единственное, что я хочу здесь добавить, потому что часто здесь возникают ошибки, давайте приведем следующий пример. Пишите вы сочинение про Александра Первого и рассказывайте про военные поселения, которые были созданы. Нельзя просто в последнем абзаце сказать, что вот при Александре Первом были созданы военные поселения и они будут существовать вплоть до правления Александра Второго. Вы, да, вы вышли за верхнюю границу периода, вы коснулись Александра Второго, но согласитесь, вы не показали влияния. Ну то есть неужели то, что военные поселения были созданы при Александре Первом, это привело к тому, что они будут ликвидированы Александром Вторым? Наверное, все-таки нет. Вы можете сказать, что военные поселения, созданные при Александре Первом, обладали жесткой структурой, жесткой дисциплиной такой палочной, да, и была тотальная регламентация всей жизни военных поселян, что в дальнейшем в правлении Николая Первого приводило к множествам восстаний в военных поселениях, которые государство подавляло. И здесь вы показываете влияние, вот эта система была создана при Александре Первом, она была жесткая, и при Николая Первом это вызовет волнение. Вот это вы показали влияние и вышли за верхнюю границу периода. Поэтому, пожалуйста, пишите здесь максимально конкретно, максимально полно. Вот. эти четыре критерия были самые сложные, дальше все попроще. Критерий пятый, вам необходимо использовать термины. Нету какого-то списка конкретных исторических терминов, которые вы должны использовать. Но так или иначе, когда вы пишете историческое сочинение, вы используете термины. Ну, например, ордань, иго, дань, полюдия, все эти слова являются историческими терминами. То есть, это некие слова, которые вы используете только в конкретном историческом контексте. То есть, вряд ли вы эти слова используете в повседневной жизни. Или там процессы централизации, феодальная раздробленность и так далее. Это все будет являться историческими терминами. Поэтому здесь я бы на вашем месте сильно не опасалась, но если вам можно заменить, если возможно, заменить слово налог на слово дань или ординский выход, то лучше это сделать, потому что вы используете тогда исторический термин. Нет, отвечая на вопрос, писать значение слов не надо. Проверяющий поймет, знаете ли вы значение того или иного слова, потому грамотно ли вы его употребляете в тексте. Все, нет, ни в скобочках, никак значение слов писать не надо, никакие определения терминам давать не надо, потому что, когда вы даете определение, вы повышаете риск создания фактической ошибки. Потому что это такое мастерство писать определение. Вот, это то, что касается терминов, вы должны за все сочинение хотя бы один раз использовать исторический термин, чтобы вам посчитали балл, засчитали вот этот один балл. Поэтому один раз написали, свой балл получили. Переходим к критерию шестому. Критерий шестой, за него вы можете получить аж три первичных балла, он самый такой дорогой у нас в сочинении, но и на самом деле самый плохо выполняемый в итоге по статистике. Критерий шестой это отсутствие фактических ошибок. Значит, смотрите, если вы не совершили ни одной фактической ошибки, вам добавляют три балла. Если одна фактическая ошибка, то два балла, две фактические ошибки один балл, и три и более это ноль баллов. Поэтому когда вы пишете сочинение, пожалуйста, проверяйте информацию, не пишите то, что где-то услышал, ой, я в этом сериале Екатерина слышала вот это, напишу-ка я это в сочинении, возможно, это не совсем правильно, это какой-то художественный вымысел. Проверяйте информацию, не пишите то, в чем вы не уверены. И в ЕГЭшном сочинении не рекомендую вам писать даты, потому что при волнении вы можете, конечно, ошибиться на один год плюс-минус, поэтому если вы ошибетесь, то, соответственно, вам снимают баллы по этому критерию, поэтому крайне не рекомендую писать какие-то конкретные цифры. И то же самое касается статистики, сколько процентов христиан было освобождено по той или иной реформе, или какой был конкретно в процентном соотношении экономический рост. Лучше эти статистические данные, даты, цифры лучше не писать в сочинении, потому что это риск совершить фактическую ошибку. Если у вас дата правильная, то просто у вас не будет фактических ошибок, вы получите три балла. То есть еще дополнительно, что вы написали не просто событие, а еще и дату, за это баллы не добавляются, поэтому я не вижу особого смысла их писать. То есть если напишите, окей, круто, но это вообще не обязательно. Вот. Это то, что касается критерий шестого, и пожалуйста, пишите правильно личности, да, их имена, события, все-таки старайтесь сильно не коверкать, потому что если вы сильно исковеркаете фамилию, и она превратится в какую-то другую фамилию, то балл вам снизит как фактическую ошибку. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. Если вы одну букву какую-то случайно замените, да, вместо там и, не знаю, е напишите или наоборот, это не страшно. Если вы как-то совсем исковеркаете фамилию, совсем ее как-то поменяете, тогда это будет фактическая ошибка. Вот. И последнее это критерий седьмой. За критерий седьмой вам ставят один балл, фактически его дарят только из-за того, что у вас ответ по этому периоду написан в формате сочинения. То есть у вас предложения связаны друг с другом, поделены на абзацы, есть логические связи. За это вам добавляют один балл, просто фактически дарят его. Больше тут ничего делать не надо. И вот маленькое здесь добавление, что за критерий шестой и критерий седьмой вам выставляются баллы только в случае, если по критериям первому, второму, третьему и четвертому вместе у вас не менее пяти баллов. Если в сумме у вас меньше пяти баллов, то тогда вам баллы по критерию шестому и седьмому они не выставляются, то есть вам автоматически поставят нули. Поэтому помните, что критерии первый, критерий четвертый и второй, третий они мега важны. Вот. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Так. Хотела узнать, мне наш учитель по истории сказала, что если, к примеру, написать эсеры с двумя буквами с, то это фактическая ошибка. Нет, не думаю, что это будет фактическая ошибка, потому что тут очевидно, о чем вы говорите. Это орфографическая ошибка, и здесь вам не будут снимать баллы. Однако, если вы пишете эсеры с двумя с в бланк, где у вас клеточки, да, первая часть, то компьютер просто у вас этот ответ посчитает неправильным. Но в сочинении, когда проверяют у вас человек, вам не будут снимать за это баллы. Ну, потому что это все-таки орфографическая ошибка, а не фактическая. Вот. Скажите, пожалуйста, с критериями понятно? Отлично. Отлично. Теперь, то, что обещала вам, это вот некие такие шапки того, как писать само сочинение, какие части мы здесь выделяем. Ну, то есть, смотрите, в основном, ну, без разницы, насколько абзацев вы будете делить ваше сочинение, но что остается неизменным, у вас есть введение, у вас есть основная часть и заключение. В введении вы просто выписываете хронологические рамки, которые вы выбрали, даете краткую характеристику данному периоду, то есть, пишите про Екатерину II, ну, наверное, стоит сказать, что это период просвещенного абсолютизма, то есть, дать определенную характеристику. А дальше сказать о тех событиях, которые происходили в данном периоде. Просто через запятую их перечислить. Вы тогда закрываете наш критерий первый о событиях. Вот, можно сказать, ключевыми событиями данного периода стали или в рамках данного периода нельзя не упомянуть о, или проще, в этот период было, и поехать через запятую, да, тут какая-то литературная составляющая не очень важна, поэтому здесь сильно не заморачивайтесь. Обращайте внимание именно на выполнение критериев. Все, об этом сказали вы в введении, свои два балла по критерию первому получили, можете идти дальше. Дальше мы переходим к основной части. Как рекомендуется, да, писать это сочинение? Например, первый абзац вы посвящаете одному событию, одной роли личности и одной причины следственной связи. Второй абзац вы посвящаете второй личности, второму событию, вторую причину следственной связи. То есть, вы пишете про какое-то событие, описываете его причины, то есть почему произошло то или иное событие, да, и так далее. Дальше описываете ход этого события, описываете роль личности, что этот человек конкретно сделал в рамках этого события или какого-то процесса, чем запомнилось его участие, да, помните, подлежащее сказуемое, конкретное действие, конкретный глагол, и дальше можете написать последствия этого события, да, то есть к какому результату привело то или иное событие. Таким образом у вас будет причина-следственная связь, то есть причина этих событий, последствия этих событий. Можно писать только про причины этих событий, это будет одна причина-следственная связь. Можете писать только про последствия этих событий, это будет вторая причина-следственная связь. Если можете написать побольше, пишите побольше, да, то есть не надо писать совсем как-то скупо, кратко. Давайте такой воздух, да, объем вашему сочинению. То же самое повторяйте в следующем абзаце уже со второй личностью и вторым событием. Вот так это все описывается по такому принципу. Причина, ход, роль личности, последствия. Вот такой план. И у вас таких, значит, две-три роли личности, два-три абзаца, и дальше переходите к заключению, к последнему абзацу, то есть вы даете здесь общую оценку данному периоду, то, о чем мы с вами говорили, да, в критерии четвертом, и обязательно выходите за верхнюю границу периода, обязательно показывайте влияние данного периода и событий данного периода, о котором вы только что писали, на дальнейшую историю. Причем делайте это максимально конкретно, да, не общими словами, что это привело к расцвету или к упадку, это рассуждение общего характера. Должны быть конкретные подтверждения, конкретные факты. Если в этот период правило несколько правителей, указывать ли всех? Нет, не обязательно, вы можете указывать не всех, вы можете выбрать какие-то события, каких-то правителей, о которых вам говорить проще, лучше. Ну, то есть вас никто не обязывает писать обо всем. Выбирайте то, в чем вы максимально уверены. Вот, это то, что я вам хотела рассказать про историческое сочинение, а дальше только практика, 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 и наш куратор, собственно, будет проверять ваши сочинения и давать вам обратную связь. Ну, если что, вы всегда можете задавать вопросы, всегда мы готовы на них ответить. Вот, скажите, пожалуйста, с историческим сочинением понятно, как писать? Надеюсь, стало немного полегче, попроще? Отлично, я очень рада. Супер. Так, давайте теперь с вами перейдем к практическим заданиям, которые вы, я смотрю, также дали, уже спрашивали, когда закончится про историческое сочинение, хотя мне многие сказали, что очень хотели бы, чтобы мы разобрали его, вот, и это нужно разбирать достаточно подробно, потому что по-другому вы будете терять баллы на сочинение. Это все не так просто. Вот. Итак, теперь вы должны видеть карту. Надеюсь, вы ее видите. Отлично. Хорошо. Когда ребята выполняли домашние задания, то стало очевидно, что есть огромные проблемы именно с выполнением задания с картами. В чем, мне кажется, здесь проблема? Что зачастую, ну, есть некоторые пробелы в географии в целом, да, где что находится, но для этого мы с вами либо скачиваем, либо лучше на самом деле покупаем и имеем в бумажном виде атласы, и при изучении того или иного материала, при чтении учебника или при просмотре видео, вы открываете атлас и смотрите, где происходили те или иные события. И прямо пальчиком вводите и все это смотрите. Вот тогда, если вы будете это делать из раза в раз, то поверьте, даже если вы никогда не знали географию, и у вас не было географии в школе, то 100% вы будете выполнять задания лучше. Также я рекомендую картографический практикум Пазина. Там очень много заданий, которые можно решать, решать, решать и улучшать свои скиллы в выполнении заданий с картами. Вот. Итак, давайте посмотрим с вами на первую карту. Для начала, прежде чем выполнять задание, нам нужно с вами изучить саму эту карту, убедиться, что мы понимаем, о чем здесь речь, предположить, о чем нас здесь будут спрашивать. Не забывайте о том, что у нас есть такая штука, как легенда карты, условное обозначение, на которое нам тоже нужно с вами внимательнейшим образом смотреть. Давайте посмотрим на эту карту, есть ли у кого-то предположение, о чем эта карта, о каких событиях здесь идет речь. Так, есть предположение Невская битва. Только ли о Невской битве идет в этой карте речь? В целом об Александре Невском, да, возможно. Хорошо, битва на Чудском озере, видите, мы здесь видим Чудское озеро, мы здесь видим Неву, да, который впадает в Финский залив, в Балтику, мы здесь видим черные стрелки, вот правильно пишут, поход Батыя. Как понять, что этот поход Батыя? Здесь есть вот этот знаменитый разворот, да, Батыя, то есть видите, стрелки тут явно идут в сторону Новгорода, да, в сторону озера Ильмень, да, и там находится у нас Новгород, но до Новгорода не доходят, буквально там в 100 километрах, ориентировочно от Новгорода, резко разворачиваются и уходят обратно к себе. Вот, вот этот резкий разворот нам показывает, что действительно, скорее всего, речь здесь говорит, идет об Аты. Итак, переходим с вами к заданиям, я думаю, что, и вот мы с вами просто разобрались устно на эту карту, и вы увидите, что уже много заданий мы с вами сделали. Поехали. 1.1. Назовите военачальника возглавшего похода по направлению, обозначенном легенде схемы, цифрой 4. Цифры 4 мы видим в легенде схемы, да, это как раз у нас черные стрелки, которые мы здесь увидели, да, вот этот как раз резкий разворот, и все, действительно, мы с вами понимаем, что речь тут идет о Батыи. В клеточке мы с вами вписываем Батыи. Все, все просто. Поехали дальше. Назовите русского полководца, под руководством которого совершены походы, обозначенные на схеме. То есть теперь нам уточняют, что речь идет о русском полководце, о других неких стрелках, наверное, да, вот об этих, которые исходят, да. С цифрки 1, да, идут к двоечке, к троечке. Да, здесь речь идет, конечно, как мы уже сказали, об Александре Невском. Значит, так и вписываем Александр Невский. Да, причем в клеточке, я вам напоминаю, в бланк вы вписываете все слитно и без пробелов. То есть у вас будет вот так выглядеть ответ Александр Невский. Да, вот как я написала капсом, у вас все будет печатными буквами и слитно. Да, то есть никаких пробелов в клеточке вы не вносите. Поехали дальше. Назовите государство, войска которого совершили поход, обозначенный в легенде схемы, цифрой 5. Цифрой 5, это у нас вот эти вот белые такие стрелки, да, объемные. Так, давайте. Так, вот тут у нас уже мнения разные. Значит, смотрите. Ага, смотрю, смотрю, очень много ответов. Ливонский орден. Смотрите, у нас здесь вот эти стрелки идут, да, по Финскому заливу, и приходят они к циферке 2. А, по циферке 2 у нас обозначена какая битва? Скажите, пожалуйста. Вот это что у нас за река, на которой проходит какое-то сражение? Да, это Невская битва, здесь у нас Нева. А давайте вспомним, на Неве в 1240 году Александр Невский сталкивается с какими все-таки войсками? Ага, он сталкивается с войсками шведскими, он сталкивается со шведами. Соответственно, вот эти белые стрелки, то есть они идут к Неве, да, на эту Невскую битву, это у нас Швеция. И, соответственно, назовите государство, мы с вами вписываем Швеция. Да, не шведы, не как-то еще, а именно Швеция, потому что название государство. Да, потому что если мы говорим про крестоносцев, то с крестоносцами мы встречаемся в 1242 году на Чудском озере. Чудское озеро у нас вот здесь, где циферка 3. И скорее вот эти стрелочки по цифре 6, тонкие, черные, вот это у нас крестоносцы, да, рыцари Ливонского ордена. Идут сюда немецкие рыцари, как угодно. Вот, они идут к циферке 3, а к цифре 2 у нас шведы. Теперь давайте пройдем с вами по суждениям. Итак, в сражении, обозначенном на схеме цифры 3, русские войска потерпели поражение. Давайте посмотрим. По циферке 3 потерпели ли поражение? Нет, конечно, нет. Это у нас битва на Чудском озере, соответственно, там Александр Невский побеждает. Первое нам не подходит. Дальше. Цифры 2. На схеме обозначено сражение, произошедшее зимой. Давайте посмотрим с вами. По цифре 2 мы уже с вами говорили, да, это Невская битва. Произошло ли это сражение зимой или нет? Так. Так, я смотрю, здесь уже есть сомнения. Нет, смотрите, Невская битва у нас вообще произошла летом. Это 15 июля 1240 года. При Александре Невском ни Невская битва, ни битва на Чудском озере, да, Людовое побольше, ни то, ни другое не происходило зимой. Пожалуйста, запомните это. Но даже если вы, допустим, это не знаете, ничего страшного, вы можете поставить здесь знак вопроса и пойти дальше по суждениям. Ничего страшного, потом вернемся. Третье. В период, к которому относится схема, высшим органом управления в городе, обозначенном на схеме цифры 1, являлось народное собрание. Так, по цифре 1 высшим органом являлось народное собрание. По цифре 1, кстати, у нас какой город обозначен? Это у нас Новгород, да, по цифре 1 Новгород. Мы видим озеро Ильмень, а значит, это у нас Новгород. А в Новгороде у нас республика, да, республиканское правление, там у нас Веча, который является народным собранием. Это абсолютно верно. Четвертое. Раньше других походов произошел поход войска, обозначенного в легенде схемы цифры 6. То есть по цифре 6 у нас поход, который произошел раньше других. Давайте посмотрим. По цифре 6 у нас вот поход вот этими тоненькими, да, стрелочками, то есть те, которые идут на Чудское озеро. Раньше ли всех остальных обозначенных на схеме? Ну, конечно, нет, конечно, нет. Я с вами согласна. Потому что битва на Чудском озере 1242 год, до этого Нева 1240, а вот действительно раньше всех остальных это Баты, потому что это поход 37-38 годов. То есть вообще раньше остальных. Поэтому нет, нам это не подходит. Дальше. На схеме обозначен и подписан город, который в 14 веке являлся основным соперником Москвы в борьбе за роль Центра Объединения. Скажите, пожалуйста, в 14 веке Москва с кем боролась за роль Объединительницы. Да, да, молодцы, девчонки. Это борьба Москвы-Твери. Да, да, да. Давайте, обозначена ли у нас здесь Тверь на карте. Так, ищем Тверь, ищем Тверь. Да, брат молодший, молодцы, отлично. Да, 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 вот у нас Тверь. Запомните, Тверь у нас находится в Верховьях Волги. Да, реку Волгу обязательно находим на карте. Вот в Верховьях Волги у нас находится Тверь, она здесь обозначена у нас на карте. И шестое, на схеме обозначено и подписано озеро, по которому в годы Великой Отечественной Войны проходила дорога жизни. Да, такой вопрос тоже вам может встретиться. Это по какому озеру проходила дорога жизни? Ага, да, по льду Ладожского озера. Да, проходила дорога жизни. Ладожское озеро у нас здесь обозначено. Всё, мы с вами выполнили задание. Значит, у нас здесь с вами получилась какая последовательность. Как мы будем записывать цифры? Кто-нибудь смотрел? Записывал, какие цифры у нас здесь с вами получились? Угу, отлично. Так, у нас здесь действительно с вами получилось 3, 5 и 6. Угу, молодцы. Всё, и вот так последовательность мы с вами записываем. Молодцы, я вас поздравляю. С первым заданием мы с вами справились. Поехали дальше. Видим следующую карту. Давайте на неё с вами внимательно посмотрим. Здесь тоже у нас есть легенда, схемы. Здесь тоже есть множество стрелок, огромное количество названий. Смотрите, и города у нас здесь разными цифрами обозначены. И мы видим здесь обозначение восточно-славянских племён. Обратите внимание, Кривичи, Радимичи, Северяне, то есть, ну, очевидно, речь идёт о какой-то древности. Мы видим легенде схемы, видите, походы князя Владимира и даже данные хронологические рамки. Хорошо. Так, отлично. Ладно, давайте выполнять с вами задание. Надеюсь, вы так посмотрели. Выполняем. 2.1. Назовите киевского князя, под руководством которого в XI веке состоялись походы, обозначенные в легенде схемы цифрой 6. Цифра 6, обратите внимание, да, это вот такие серые стрелки, жирненькие. Вот сюда они идут, вот так. Угу. Так, подумайте, подумайте. Так, смотрю, есть разные варианты здесь все-таки. Вот это Ярослав или Владимир. Те, кто ответили Ярослав Мудрый, можете в двух словах написать, как вы поняли, что это Ярослав Мудрый? Почему это именно он? Хорошо, во-первых, у нас здесь есть XI век, но в XI веке у нас не только Ярослав Мудрый, да, хотя, конечно, он один из главных князей этого периода. А вот если посмотреть по стрелкам, вот у меня очень... Он свое уже отходил. Смотрите, давайте обратим внимание на стрелки. Скажите, пожалуйста, вот эти стрелки по цифре 6, они из какого города все выходят? да, вот у нас тут город по цифре 1, это что за город? Да, это у нас город Киев, да, по цифре 1, на Днепре у нас находится город Киев, в среднем течении, да, посерединочке Днепра у нас находится город Киев. Так вот, значит, этот князь выходит из Киева, то есть это киевский князь, и видите, он, идут стрелки, да, на север, идут стрелки наверх, и идут какой-то крепости, да, какой-то точки на Чудском озере, который по цифре 7. Это какому городу? Что там за город у нас находится рядом с Чудским озером, к которому идет Ярослав Мудрый? И, собственно, он и основал этот город по цифре 7. Прямо на берегу Чудского озера, на его западном берегу. Нет, Ярослав у нас будет находиться на Волге, не Ярославль. Псков у нас здесь подписан, смотрите, он на юге, да, Чудского озера в основании, да, там у нас подписан рядом с Изборском, у нас уже есть Псков. А это, ребят, запомните обязательно, это город, да, отлично, опередили, это город Юрьев, отлично, Дарья, супер, это город Юрьев. Вот, и мы должны с вами знать и помнить, что Ярослав Мудрый как раз совершает походы в Прибалтику и там на границах основывает крепость Юрьев, которая в дальнейшем будет называться Дербт, Тарту, она будет неоднократно менять свои названия в зависимости от того, кому принадлежала эта территория. Вот, это абсолютно верно, это город Юрьев. Вот, соответственно, мы понимаем, что это стрелки Ярослава Мудрого, и, соответственно, князь у нас, и мы записываем Ярослав, давайте капсул, да, Ярослав Мудрый, и тоже вы это пишете слитно, да, в одно слово Ярослав Мудрый, так и записывайте, и не просто Ярослав, а именно с его таким прозвищем, да, Ярослав Мудрый. Поехали дальше. Укажите название Восточнославянского племенного союза, жившего в районе, обозначено на схеме цифрой 3. Вот у нас цифрка 3. Да, смотрите, находится на реке Оке, да, там, где река Москва впадает в Ваку. Да, молодцы, слушайте, с этим справились легко, отлично, это абсолютно верно, это у нас вятиче, так и записываем. Идём дальше. Укажите название реки дважды обозначенной на схеме цифрой 4. Вот у нас первый ряд цифркой 4. Идёт, идёт, идёт. И вот второй раз цифрой 4 впадает в Чёрное море. Это река. И, собственно, на этой реке у нас находится город по цифрке 1, Киев. Конечно, молодцы, это Днепр. Вот двумя цифрками 4 у нас обозначен Днепр. Да, в среднем течении Днепра у нас находится город Киев. Так, теперь поехали по суждениям, как обычно. Цифрой 1 на схеме обозначен город Киев. Так, так это или нет? Цифрой 1 обозначен город Киев. Да, всё, супер, отлично, молодцы, это было легко. Это было несложно. Так, давайте сразу поставим, что да. Дальше. Киевский князь Игорь погиб в результате восстания Восточнославянского племенного союза, территория расселения которого обозначена на схеме цифры 2. Князь Игорь погиб в ходе восстания кого? Какого племенного союза? Какого племенного? Древлян. Так, давайте смотреть по цифре 2. Да, вот там вот на севере это у нас древляне? Там погиб Игорь? Нет, конечно нет. У древлян какой главный город? Который потом Ольга сожгла в качестве мести. Да, абсолютно верно, это город Искоростень. Посмотреть, достаточно недалеко от Киева. И древляне у нас туда же подписаны рядом с Искоростеньем. Отлично. Хорошо. Поехали дальше. Так, значит, это нам не подходит. Цифра 7 на схеме обозначен город Юрьев. Да, это мы с вами сказали, Ярослав Мудрый его основал. Отлично. Значит, третья нам тоже подходит. Территория, обозначенная в легенде схемой цифры 5, вошла в состав древнерусского государства в 10 веке. Значит, территория по цифре 5 вошла в 10 веке. Так, цифры 5, посмотрите. Да, у нас в легенде схемы такая штриховочка. Да, вот видим. на севере. Эта территория вошла в 10 веке или нет? Нет, да, ну, почему она должна в 10 веке, да, все-таки это территория, да. Да, вот видите, Юрьев, да, это 11 век, да, при Ярославе мудрым, да. Хорошо, значит, это не подходит. Так, на схеме обозначен и подписан город, где в 1097 году состоялся съезд князей, на котором было принято решение, каждый додержит отчину свою. В 1097 году, это какой был? Ага, Любичский съезд князей, и вот город Любич у нас также находится на Днепре, чуть выше Киева, вот, значит, он здесь у нас обозначен, значит, циферка 5 нам подходит, в принципе, мы уже нашли с вами три верных суждения, но всегда проверяем. Шестое, на схеме обозначена и подписана река, на берегу которой в 1223 году союзное русско-половецкое войско было разбито монгольским войском. Это в 1223 году это битва на какой реке была? Калка. Ну, давайте посмотрим. Калка у нас должна быть где-то здесь, где-то в половецких степях. Калка у нас здесь не подписана, значит, шестое нам не подходит. Таким образом, мы с вами выписываем ответ, у нас получается 1, 3, 5. Вот так мы с вами и пишем. Отлично, молодцы, держим темп. Смотрим следующую карту, сегодня я вас замучаю картами, чтобы вы все знали. Так, что здесь видим? Это что изображено? Вы уже знаете, мы смотрим карту и сразу определяем, о чем идет речь. О чем нас будут, скорее всего, спрашивать. Ага, хорошо. Посмотрите, да, мы здесь видим, да, такие светлые стрелки, да, которые обозначены в легенде цифрой 8. У нас есть черные стрелки, обозначенные цифрой 7. И мы видим, что вот эти светлые, да, прозрачные стрелки, видите, идут по северо-восточной Руси, через города. Вот разворот Батыя здесь есть, отлично, отлично. Мы видим черные стрелки, это второе. Поход Батыя уже на Южную Русь, видите, через Чернигов, Переяслав, проходит дальше Галецко-Волынское княжество. И правильно, да, еще отметили то, что мы здесь видим раздробленность, да, у нас уже здесь не единая Русь, а произошло дробление на различные княжества, видите, они здесь тут подписаны у нас. Русь похожа на лоскутное одеяло, действительно. Хорошо, отлично, молодцы, хорошо справляетесь. Давайте пойдем по заданиям. Значит, укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме стрелками. Какой век мы здесь укажем? Мы здесь поняли, что здесь... 13-й, скажите, пожалуйста, как мы будем с вами записывать в клеточке наш ответ? Угу, буквами, абсолютно верно. Мы будем писать 13-й. Тем более, обратите внимание, в вопросе у вас как ответ, запишите слово. И всегда это будет у вас сказано. Запомните, что никаких цифр здесь. Век 13-й, только слово. Молодцы. Укажите название города, обозначенное на схеме цифры 3. Ян прям быстро отвечает на вопрос, очень круто. Так, давайте все посмотрим. По цифре 3, видите, значит, это на пути Батыя, да, вот он прошел через северо-восточные земли, развернулся, да, на Новгород не пошел, и помните, уже хотел вернуться к себе, но на пути ему встретился злой город, Козельск, да, злой город, абсолютно верно. Вот, поэтому это последний город, да, где произошли столкновения. Сколько там Козельск оборонялся? 7 недель, да, 7 недель, да, оборонялся Козельск, поэтому злой город. Но поэтому по цифре 3 это Козельск, молодцы, абсолютно верно. Поехали дальше. Назовите главнокомандующего, руководившего походом по направлению, обозначенному в легенде схемы цифры 7. То есть, это у нас черные стрелки. Укажите военачальника, возглавившего поход по цифре 7. Да, это у нас Батыри, абсолютно верно. Батыри, конечно, мы об этом с вами сказали. Где Торжок, посмотрите, во Владимирсусском княжестве рядом с Тверью, да, после Твери, Батыри разгромил Торжок. Да, Торжок у нас здесь подписан, да, вот так миленько, но подписан. Здесь у нас Торжок, обратите внимание. Отлично, хорошо. И поехали по суждениям. Первое летописное упоминание о городе обозначено схеме цифры 6 относится к 1147 году. Это, по идее, какой город должен быть Москва? Давайте посмотрим, по цифре 6 Москва ли у нас обозначена. Так, скажите, по цифре 6 Москва? Так, мнение, я смотрю, разделились всё-таки, но большинство говорит, да, что это Москва, действительно, это Москва. Обратите внимание, да, на северо-запад вот этого города у нас идёт Тверь, на северо-восток идёт Владимир, да, и вот этот город стоит на речке, которая впадает в Аку. Это действительно вот эта вот маленькая речка, это у нас река Москва, и по цифре 6 у нас действительно город Москва. Обратите внимание на города на карте, потренируйтесь, поэтому первое суждение нам подходит, абсолютно верно. Дальше, цифры 5 на схеме обозначена Рязань. Так ли это? Цифры 5 на схеме обозначена Рязань. Да, абсолютно верно. Помните, Рязань была разгромлена монголами в декабре 1237 года, первый город. У нас есть правило, точнее, не у нас, у монголов есть правило, что Рязань огребает первый. Это такое жёсткое правило, но Рязань реально вообще бедняжечка, она первая. Вот поэтому по цифре 5 у нас действительно обозначена Рязань, это верно. Дальше, стрелками обозначены в легенде схемы цифры 8 показаны действия монгольских войск. Это такое простое, да? По цифре 8 скажите, монгольские войска этими стрелками обозначены или нет? Загадка прям. Да, конечно, мы же тут только что про боты с вами говорили. Конечно. Так, давайте проверим, у нас, конечно, есть уже 1, 2, 3, но давайте проверим. Цифры 2 на схеме обозначена река Калка. Давайте посмотрим на схему. По цифре 2 это река Калка или если нет, то какая? По цифре 2 у нас обозначено, видите, сражение, у нас тут скрещивающиеся, да, вот эти мечи. Это река Сить. Да, это обозначена битва на реке Сити в 1238 году, где погибает Владимирский князь Юрий Всеволодович. Поэтому это не подходит. Так, Евпатий Калаврат прославился храбростью в городе, обозначена схеме цифры 4. Евпатий Калаврат у нас герой из какого города? Угу. Так, кто знает Евпатий Калаврат? Как только пишется город Рязань? Напишите правильно город Рязань. Рязань, конечно, да. Угу. Да, Евпатий Калаврат это герой Рязанской земли, вот, поэтому он должен был по цифре 5, а по цифре 4 у нас какой город на самом деле? По цифре 4 у нас не Суздаль. Обратите внимание, да, опять-таки на Днепре, да, находятся. Это Киев, да, видите, в верховье Днепра у нас находится Смоленск, а дальше опустимся дальше и там будет Киев, да, посерединочке. Поэтому это не подходит. Цифра 1 на схеме обозначена дорога жизни, да, озеро, на котором была дорога жизни. По цифре 1 это оно? Мы уже знаем, что дорога жизни у нас проходила по льду Ладожского озера, а по цифре 1 у нас на самом деле какое озеро обозначено? Да, это озеро Ильмень, конечно, на котором стоит Новгород. Поэтому это нам не подходит, значит, мы задание выполнили правильно, мы себя проверили, правильный ответ 1, 2, 3. Да, такое тоже бывает 1, 2, 3. Так, и насколько я помню, так, хорошо. Так, здесь эта карта очень похожа, да, на ту, что мы с вами смотрели до этого, но задания здесь другие, давайте дам прямо 5 секунд, просмотрите еще раз эту карту, видите, опять те же стрелки у нас, да, к Юрьеву и так далее, но задания тут будут другие, поэтому я это тоже задаю, эту карту здесь выделила, здесь, я думаю, быстрее мы с вами выполним задание, закрепим. Поехали, давайте, укажите название города, это обозначено в схеме цифрой 1. Молодцы, уже значительно быстрее начинаете отвечать, да, опять-таки, видим Днепр, рядом Любич, рядом Чернигов, Переяслав, конечно же, это Киев, абсолютно верно. Поехали дальше, укажите название Восточнославянского союза племен, территория которого обозначена в схеме цифрой 2. Восточнославянского Угу, да, такое, да, у нас уже спрашивают, да, опять-таки, на Оке, да, там, где река Москва, там, где Ока, там, вот, Муром, Ростов, да, здесь у нас Святище, их вписываем. Назовите князя, заключившего первый известный письменный договор с государством, обозначенным на карте цифрой 7. Цифрой 7, ну, кстати, какое государство здесь обозначено? Да, цифрой 7 у нас обозначено в Византии, первый, кто заключил договор с Византией, это был князь Олег, да, у него были походы в 907 и в 911 годах, да, Забина, молодец, вот, и это князь Олег. А после Олега, кто совершал походы на Византию и уже заключил неудачный поход, ой, заключил неудачный поход, неудачный договор, Святослав, еще позже. Игорь, да, после Олега ходил два раза тоже на Византию Игорь, но там у него ничего не получилось, против него применили греческий огонь, вот, и он проиграл. Ага, поехали по суждениям. Киевский князь Игорь погиб во время восстания Восточно-Славянского племенного союза, название которого указано на данной схеме. Смотрим, указаны ли здесь у нас древляне. Вот у нас город Искоростень, вот у нас древляне. Значит, первое нам здесь подходит. Следующее. Цифры 3 на схеме обозначены территории Восточно-Славянского племени Эльменских Словен. По цифре 3 Эльменские и Словению у нас или нет? Так, смотрим, смотрим, смотрим. Да, видите, 3 у нас на севере, там, где у нас Новгород, озеро Ильмень, река Волхов, там у нас Эльменские и Словении. Да, значит, это тоже правильно. Дальше. Цифры 6 в легенде схемы обозначены направления походов киевского князя Святослава. По цифре 6 походы Святослава. Цифры 6, да, это у нас такие вот серенькие стрелки, вот как раз сюда идут, да, на север, идут вот сюда на запад к червению. Это походы Святослава? Так, напишите еще варианты, подумайте, подумайте. Вспомните, куда совершал походы князь Святослав? Да, Святослав у нас ходил на Византию, да, на Дунайскую Болгарию, да, вот сюда Болгарское царство, он ходил на Вятичей, он ходил на Волжскую Болгарию, он ходил на Хазарский Каганат, да, вот, а в Червень или туда к городу Юрьев он не ходил, поэтому это неверное осуждение. Он, да, любитель внешней политики, князь-воин, в конце концов. Так, дальше. Город, обозначенный схемой цифры 5, расположен в том месте, где теперь находится Санкт-Петербург. Давайте посмотрим, по цифре 5 у нас Санкт-Петербург или нет? Да, под цифрой 5 у нас находится город Юрьев, да, который был основан Ярославом Мудрым, да, мы сегодня об этом с вами говорили, вот, а Санкт-Петербург у нас находится на Неве, да, Неву мы тоже уже с вами умеем находить, вот здесь в устье Финского залива, там, где Нева впадает, Финский залив, находится Санкт-Петербург, то есть это несколько северо-восточнее, нежели цифры 5, это не подходит. Дальше, с середины 11 века половецкие племена кочевали в районе, обозначенном на схеме цифры 8. Так, давайте посмотрим, половцы у нас располагаются там, где цифра 8 или нет? Половцы цифра 8. Да, по цифре 8 у нас как раз обозначен, здесь проживали половцы, смотрите, это низовье Днепра, это низовье Днепра, вот, между Днепром и Доном, вот это вот половецкие степи, так называемые на юге, это южные, юго-восточные границы Руси, вот там как раз располагались половцы, а до них печенеги. Да, здесь как раз где-то здесь река Халка и находится, поэтому это нам как раз подходит. И да, и последнее, проверяем, территория обозначена в легенде схемы цифры 4, вошла в состав древнерусского государства при Владимире Мономахе. Так, территория по цифре 4, то есть вот эта вот штриховка при Владимире Мономахе или нет? Если нет, кстати, может мне кто-то сказать, при ком эти территории входят в состав Руси? Вот эти Червень, Перемышль, то есть вот эти западные? Нет, не Олег и не при Ярославе. Это очень круто, что вы его называете Яриком, такой Друган мой Ярик, Ярик мудрый. Нет, на Червень и Перемышль здесь надо подпишите себе в конспекте, если вдруг там этого нет. на Червень и Перемышль ходил князь Владимир, только не Мономах, а Владимир Святославич. И вот это его походы, да, при нём. Запомните. Вот, таким образом у нас здесь получился ответ 1, 2, 6. Да, Червень, да, вот видите, давайте покажу ещё раз. Вот у нас здесь на Западе Червень, Червен, и так, так может писаться, и Перемышль, вот эти вот западные территории, это при Владимире Святославиче. Хорошо. Так, и последняя карта на сегодня. Всё, всё, спокуха, последняя карта, давайте быстро её сделаем. Так, здесь что мы видим? Чьи-то стрелки? Кто это? Чё, куда? Зачем? Почему? Йоу-йоу, давайте, активнее. Святик, Ярик, Святик, вот вообще просто друганы ваши. Конечно, это Святослав, да, мы видим, вот из Киева, да, выходят стрелки на Волжскую Булгарию, на Хазарский Каганат, вот на Болгарское царство, Византия. Да, это князь Святослав. Всё, мы выполняем задание. Укажите век, в котором происходили события, обозначенные на схеме. Так, десятый, ну-ка быстро мне все написали, как будут вписывать в клеточки. Нормально, сразу учимся правильно это делать. Да, это десятый, ой, говорю десятый, я пишу девятый, кошмар. Десятый, и слово век мы не пишем, только буквами цифру, буквами цифру. Вот, пишем десятый. Вот, да, князь Святослав у нас правит с 964 по 972 год, и походу в рамках этого периода, соответственно, это десятый век. Дальше, напишите имя князя погибшего вместе, обозначено на схеме цифрой 3. Цифры 3, видите, опять-таки, это Днепр, это Днепровские пороги, да, конечно, это князь Святослав, а кто поймал Святослава на Днепровских порогах, кто его там убил, вот, подставил его вообще, не по-пацански, это, конечно. Печенеги, да, Печенеги поймали Святослава на Днепровских порогах, и, помните, что Печенежский князь сделал с черепом Святослава? Да, пил винишко. Да, да, он сделал из него чашу и пил вино, потому что думал, что передаются какие-то вообще способности его таланты, Святославу всю силу ему перейдет. Так, поехали дальше. Напишите название города, обозначено на схеме цифрой 1. Печеньки, Печенежки. Да, молодцы, все, Киев мы с вами находим на карте, да, стабильно. Прекрасно. И пошли по суждениям. Так, князь похода, который обозначен на схеме, планировал перенести столицу древнерусского государства. Да, планировал перенести столицу. А куда? Нет, не в Новгород. Ну-ка, ну-ка, кто внимательно слушал лекции, кто внимательно читал учебник? Давайте, давайте. Нет, не Перемышль, не Тверь, мимо, мимо. Нет, 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 не туда. Князь Святослав планировал перевести бинго в Переиславец. Да, вот в этот город Переиславец, который у нас на Дунае. Он когда совершал походы на Дунайскую Болгарию, на Болгарское царство, ему показалось, что город Переиславец просто идеально находится, просто это центр вселенной, центр мира, там должна быть столица его государства. Но его мать Ольга сказала, типа, ты с ума сошел? Куда? Куда столицу? Я здесь остаюсь, в Киеве, где я там столица. Все, и, короче, они не перенесли никуда. Потому что маму надо слушаться. Вот, вот Переиславец. Вот у нас на Дунае, вот у нас река Дунай, там где Доростол, и вот Переиславец, потому что, действительно, центр мира. Да. Вот, прекрасно. Так, значит, короче, первое нам подходит. Поехали дальше. Последствием похода в князя стала раздробленность русских земель. То есть, впоследствии, да, после похода Святослава из-за них началась раздробленность. Ну, нет, конечно, причем здесь похода Святослава и раздробленность какие-то разные вещи. Так, в ходе одного из походов, обозначенной схеме, произошло первое столкновение русских и монгольских войск. Сталкивался ли Святослав с монголами? Нет, конечно, не сталкивался. А, кто мне напомнит, когда было первое столкновение монгольских войск 1223 год, битва на Калке. Да, абсолютно верно. 1223 год, битва на Калке. Абсолютно верно, отлично. Так, поехали дальше. В городе, обозначенной на схеме цифры 2, был заключен первый письменный договор древнерусского государства. Первый письменный договор с кем был заключен? С Византии, абсолютно верно. Да, по цифре 2 у нас обозначен Константинополь, даже здесь у нас подписан, да, пролив Босфор, там находится Константинополь, и здесь был подписан первый письменный договор. Кто подписал первый письменный договор? Олег, молодцы, усвоили. Так, значит, четвертый нам подходит. Пятое. В ходе одного из походов, обозначенной на схеме, князем и его дружиной был разгромлен Хазарский Каганат. Молодцы, помните, столица Хазарского Каганата город Итиль и главная крепость Саркел. Это как раз во время походов Святослава. Абсолютно верно. И шестое. Во время походов князя, которые обозначены на схеме, государством управляла его жена. Нет, а кто, если не жена, пока он там? Мама, мамочка, конечно, Ольга управляла. Мам, Ольга управляла, да? Так, значит, здесь у нас получается 1, 4, 5. Абсолютно верно. Отлично. Хорошо. Поехали с вами дальше. Давайте выполним следующее с вами задание. Что-то сильно приблизило. Задание типа 24. 24. Вот его мы с вами вместе сделаем. Помните, мы с вами на первом вебинаре решали задание 24. Надеюсь, вы не забыли, что нам нужно писать аргументы. Еще раз, да, аргумент у нас состоит из двух частей, да. Это обязательно исторический факт конкретный и его объяснение, да, то есть как это подтверждает или опровергает данную позицию. Итак, мы здесь видим следующее утверждение. Феодальная раздробленность имела серьезные негативные последствия. То есть, давайте начнем с аргументов подтверждения. Какие есть у вас варианты, что феодальная раздробленность имела серьезные негативные последствия? То есть плохо, да, имела плохое влияние. Какие можем здесь привести? Так, Сабина, упадок ремесла, мастеров русских уводили в плен, и они не успевали передать мастерство. Но это негативные последствия монголо-татарского нашествия же, а не феодальной раздробленности. Так, упала обороноспособность, снижалась обороноспособность государства. Так, хорошо, это вы даете какое-то словосочетание. Упала, снижалась обороноспособность государства. Нам нужно это привести в аргумент. То есть, что мы должны здесь написать, да, в подтверждение. Все, хватит писать капсом. Подтверждение. Давайте. Как нам здесь привести это в аргументы? То есть, нам нужно объяснить, как феодальная раздробленность приводила к снижению обороноспособности. Это не очевидно. Вы должны объяснить, вы должны представить, как будто вы объясняете материал. Как вот учитель, как преподаватель. Объясните, почему феодальная раздробленность, как феодальная раздробленность приводит к снижению обороноспособности. Так, каждый князь хотел защитить свое государство, то есть свое только княжество. Маленькая армии. Окей, то есть мы можем так и сказать, что феодальная раздробленность привела к снижению обороноспособности государства. Так как не было единой сильной армии, а каждый князь защищал исключительно свое княжество. Нормально же, простыми словами я написала вот только что, из главы просто. Да, и я при этом не использовала какие-то сложные формулировки. Просто. И за это я получу свой балл. И вы получите. Так, окей, хорошо. Давайте приведем второе подтверждение, что феодальная раздробленность имела серьезные негативные последствия. Привела к слабости центральной власти. Окей, хорошо. Феодальная раздробленность. А, тоже здесь надо объяснить, да, как феодальная раздробленность приводит к слабости центральной власти. Так, так как каждый князь управлял своей землей, а авторитет киевского князя упал. Да, то есть уже нет киевского князя, авторитетного, который мог бы руководить другими князьями и стоял бы над ними. Так, окей, хорошо. Так, вот, еще бы я потеряла, да, это предложение. Увеличилось количество междоусобиц, да, так как каждый князь хотел увеличить свои земли и сферу своего влияния. Абсолютно согласна. Опять-таки пишем, феодальная раздробленность привела к увеличению количества междоусобиц, да, междоусобиц. Так, как усиливалась борьба между князьями за сферы влияния и территории. Нет, лучше не сокращать, это я просто для быстроты сейчас, да, пишу ФР, феодальный раздробленность. Нет, вы пишите на экзамене, пишите полно, да, феодальная раздробленность. Не смотрите на меня в этом плане. Пишите полностью. Вот, окей, то есть мы с вами легко и просто привели аргументы подтверждения и вопровержения. Ой, вопровержение еще не привели, сейчас приведем. Вопровержение. Давайте, предлагайте. То есть нам нужно здесь показать, что феодальная раздробленность имела серьезные не негативные, а позитивные, да, последствия. Так, развитие торговли и обмена. Появлялись новые торговые пути между... Отлично. Слушайте, молодцы, вы отлично формулируете. Круто, красавчики вообще. Так, значит, действительно, я не знаю, в ходе, да, чтобы как-то по-другому было, да, в ходе феодальной раздробленности произошел... Я разучилась печатать. Произошел расцвет и рост городов, развитие торговли и обмена. Так, например, появились новые торговые пути, которые экономически соединяли княжества друг с другом. Так, окей. Так, что еще? Ну, это вот про экономику мы с вами сказали. Может быть, кто-то... Офигенно, спасибо. Ну, на самом деле, смотрите, это просто все формулируется, да, то есть не нужны какие-то просто сложные конструкции. Так, хорошо, начался, вот, хороший, да, начался расцвет городов, потому что каждый князь старался улучшить подвластные земли. А кто-нибудь, может мне сформулировать аргумент, связанный с расцветом культуры? Ведь феодальная раздробность привела и к расцвету культуры в том числе? Вот, давайте. Ну так, например, строились новые храмы. Хорошо, да, потому что, опять-таки, каждый князь старался улучшить подвластные земли, выделить их в культурном плане. Окей, хорошо, мы это можем привести в качестве примера. Смотрите, как я предлагаю нам здесь сформулировать, мне просто очень нравится это выражение, я бы хотела им поделиться с вами. Что, действительно, мы пишем, да, я сокращу. Феодальная раздробленность привела к расцвету культуры в удельных княжествах. В них там строились новые храмы, а также появились, и теперь, внимание, мое любимое выражение, появились собственные, уникальные, да, то есть ни на кого не похожи архитектурные и иконописные школы. То есть школы не в смысле здания, куда мы ходим учиться, а действительно каждый по-своему вот украшал фасады храмов, каждый по-своему строил эти храмы. То есть вы посмотрите на храмы новгородской земли, они совсем не похожи на храмы Владимира Суджеска, они совсем разные. Вот, появляются, то есть они вот выделяют, да, так, выделяются, да, между собой. Окей, также я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на, с политической точки зрения, почему феодальная раздробленность, это хорошо. Феодальная раздробленность также привела к разнообразию политической сферы, да, в русских землях, так как в каждом княжестве развивалась своя уникальная система управления. То, что у вас было в лекции по феодальной раздробленности. Пишите так, например, в Новгороде развивалась республиканская форма правления, в то время как в Владимире монархическая. То есть каждое княжество получало свой собственный опыт управления. То есть если раньше они только получали указания от Киева и принялись исключительно Киеву, то теперь они сами принимали решение, то есть получали свой собственный уникальный опыт в управлении землей. Ребята, скажите, понятно, как выполнять подобное задание? Стало еще, надеюсь, чуть-чуть хотя бы понятнее, как выполнять задание 24. Просто мне очень хочется вас убедить, что задание 24 не такое сложное, как нам кажется, и как нам об этом рассказывают. Каждый из нас способен сформулировать в той или иной степени аргументы. Отлично, хорошо. Последнее, что я хочу с вами сегодня сделать, то, что мне очень хочется с вами поработать и с текстами. Давайте последнее сделаем. Чуть-чуть вас задержу, буквально чуть-чуточку. Давайте прочитаем, даю вам буквально 30 секунд для того, чтобы прочитать текст. И напоминаю, что для того, чтобы прочитать текст, ну да, для того, чтобы прочитать текст, короче, подчеркиваете глазками или как-то еще ключевые слова. То есть те слова, которые нам подскажут, о чем этот текст. Даю вам время, давайте прочитаем. Пожалуйста, поставьте плюсик, когда вы прочитаете и будете готовы обсуждать. Так, давайте подождем. И, ребят, обязательно дочитываем тексты до конца. Поверьте, что иногда может быть так, что вам с первой строчки кажется, что вам все понятно в этом тексте, а затем окажется, что последнее предложение полностью меняет смысл. Хорошо, хорошо. Итак, скажите, пожалуйста, о чем этот текст? Как вы поняли, какие здесь ключевые слова есть, которые нам подсказывают, о чем этот текст? Так, взятие Рязани, да, и взяли град Рязань месяца декабря, да, мы знаем, что как раз в декабре 37-го года Рязань была разорена. Ну, тут, естественно, есть имя Баты, я надеюсь, да, все это заметили, да, Батыево войско. Есть у нас, помните, князь Юрий Всеволодович Владимирский, который как раз погиб на реке Сити, да, в борьбе с Батыем. Все это нам подсказывает, что речь идет о 37-мом, 38-м, да, года. Итак, поехали по суждениям, давайте с вами все здесь выполним. Итак, события, о которых повествует автор в данном отрывке, разворачивались на территории Галецко-Волынского княжества. Нет, конечно, нет, тут речь идет о походе Баты на северо-восточную Русь, о первом походе, тут, говорится, про Рязань, поэтому Галецко-Волынск у нас на западе вообще-то находится, поэтому это не подходит. Дальше, второе. Князь Юрий Всеволодович Владимирский, о котором говорится в отрывке, откликнулся на призыв князя Юрия Ингваревича Рязанского к совместной борьбе, и против Батыя выступило объединенное русское войско. Так, давайте посмотрим, да, всегда по тексту, то есть он обратился к Юрию Всеволодовичу, вот, прося у него помощи царя Батыя, или чтобы сам на него пошел, да, но мы с вами знаем то, что князья не объединились, да, в совместной борьбе против монголов, поэтому, собственно, и проиграли, да, вот феодальная раздробленность, она приводит к падению обороноспособности, мы видим конкретный пример, поэтому это нам не подходит, да, он не откликнулся на помощь. Потом решил сам воевать на реке Сидь и поплатился за это. Третье. Согласно свидетельствам, содержащимся в данном отрывке, Рязань оборонялась менее одной недели. Так, а где у нас в тексте это есть? Вот, и взяли град Рязань месяца декабря в 21-й день. Так, давайте до этого. И стал воевать царь Батый, окаянный Рязанскую землю, и пошел к ограду Рязани, и осадил град, да, и бились пять дней неотступно. А в шестой день пошли на город и взяли его. Вот это, смотрите, град Рязань месяца декабря в 21-й день, это в смысле 21-го декабря была взята Рязань. А тут смотрите, вот смотрите внимательно, поэтому внимательно читайте текст, то есть типа вот они пять дней неотступно сражались, а на шестой день, а в шестой день взяли город. Значит, шесть дней, да, оборонялся. И у нас, значит, согласно свидетельствам, Рязань оборонялась менее одной недели. Значит, да, все-таки подходит, давайте подумаем в эту сторону. Так, да, вот внимательность. Из данного отрывка следует, что Рязань была окружена высокой стеной. Давайте посмотрим. Так. Так, где у нас здесь сказано то, что высокая стена у нас здесь? Сказано про лестницы, осадные орудия, да, только при помощи них, значит, взяли Рязань. В итоге удалось ее взять только с помощью лестниц и орудий. Ну, то есть, смотрите, тут прямо так четко в тексте не сказано, но я думаю, что мы можем подумать, да, потом, допустим, вернуться к этому суждению. Давайте поставим знак вопроса. Да, мы так можем с вами сделать. Поехали дальше. По мнению автора, одна из причин падения Рязани заключалась в том, что в отличие от защитников города, Батый имел возможность вводить в бой свежие силы. Так, по мнению автора, одна из причин падения Рязани заключалась в том, что в отличие от защитников города, Батый имел возможность вводить в бой свежие силы. Свежие силы в смысле новеньких, да, которые еще не воевали до этого. Новые войска. Да, мы можем, по крайней мере, предположить, да, что, скорее всего, да, наши князья не поддержали, а вот Батый действительно мог вводить новую силу. То есть он здесь говорит о том, что в Рязани, да, кто-то был ранен, кто-то погиб, а вот у Батый все равно остались войска, да, для того, чтобы взять Рязань в итоге. Поэтому, скорее всего, да, это правильное осуждение. И давайте посмотрим шестое. Владимирский князь, упомянутый в отрывке, первым получил от монголов ярлык на Владимирское княжение. Нет, конечно, нет. Юрий Всеволодович, вообще-то, погиб в битве на реке Сити, никакой ярлык на Великое княжение не получил, да. Вообще, первый из всех князей, который получил ярлык на Великое княжение, можете это себе записать и запомнить, это был отец Александра Невского, Ярослав, да, Ярослав II, Ярослав Всеволодович. Вот он первый от монголов вообще получил ярлык на Великое княжение. Поэтому шестое точно нет. Значит, то, что мы поставили под знак вопроса, это правильно. И у нас здесь получается ответ 3, 4, 5. Понятно? Так что нам нужна просто здесь максимальная внимательность для того, чтобы выполнить все задания правильно. Где-то какая-то догадка, где-то внимательно посмотреть конкретные слова в тексте, подчеркнуть, да, ключевые слова искать, внимательно вчитываться в предложение, какой бы сложный текст ни был. Поэтому, пожалуйста, будьте здесь внимательны, то же самое касается карт. Окей, отлично. Значит, смотрите, что хочу в конце напомнить, что вы, собственно, можете добавиться к нам в чат и выполнять вместе с нами домашние задания, смотреть все ссылочки, которые дополнительно я присылаю. Для этого напишите еще раз, да, в сообщение нашей группы ВКонтакте, хочу заниматься с наставником, и вас добавят в наш чат. Добро пожаловать, вот, сделайте это, будем с вами на связи. И, да, спасибо, Яна, вот сюда ссылка на группу, кто не видел. Смотрите, сами вебинары, они первый месяц точно будут бесплатными. Вот, кураторство станет платным или даже там по большой скидке, если вы приобретете курс видео. То есть сейчас можно приобрести видеокурс и даже получить кураторство и вебинары в подарок. Поэтому, ну, всю эту информацию лучше узнать у наших администраторов. Для этого просто напишите реально в сообщение нашей группы ВКонтакте, и наши администраторы вообще с удовольствием вас сориентируют по вот этим организационным вопросам. Вот, потому что я здесь иногда немного плаваю, если честно. Вот, поэтому там вы можете это все узнать. Вот, и, собственно, те, кто добавится в чат, и те, кто уже есть в чате, я вот этот файлик с нашими заданиями и формулировками я им обязательно ВКонтакте скину. И те, кто были в онлайне, тоже смогут их, собственно, получить, вот этот файл, и то же самое с критериями, и конкретными формулировками для сочинений. Вот. Собственно, надеюсь, что вебинар был для вас полезным. Вот, надеюсь, что действительно вам это помогло разобраться с какими-то вещами. Я очень на это надеюсь. Вот, если что-то вы хотели бы улучшить, что-то побольше разобрать, то, пожалуйста, я всегда открыта и рада обратной связи и критике. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я буду стараться делать так, чтобы это, в первую очередь, было эффективно для вас. Вот. Тогда, если у вас нет вопросов, вот могу ответить на какие-то вопросы пару минут, вот, но если нет вопросов, то, в принципе, готова вас отпускать, чтобы вы шли отдыхать. Уже достаточно много по времени. Да, спасибо, спасибо, спасибо вам, спасибо. Да, Юрий Всеволодович погиб на реке Сити в 1238 году. Правильно-правильно уточнять, чтобы все было максимально точно и ясно. Слушайте, я так и знала, что в этот вопрос про Союз Спасения я так и не посмотрела Союз Спасения. Я уже, наверное, подожду, пока это выложат в интернет. Я уже в кино не пойду на Союз Спасения. Подожду, пока выложат в интернете и тогда посмотрю. Но я уже услышала очень много разных абсолютно отзывов. Больше, конечно, негативных, поэтому, возможно, я ничего и не потеряла. Потому что, насколько я понимаю, в Союз Спасения не указаны вообще никак не затронуты причины предпосылки восстания декабристов, а только, да, как там пили одной рукой красиво, просто что они такие, значит, жгучие молодые люди, горячие, но типа чего они хотят добиться, так и непонятно. То есть как будто какие-то очень странные ребята собрались непонятно для чего, хотят убить царя. Ну, то есть это очень странно, честно говоря. Поэтому, ну, не знаю, наверное, я ничего не потеряла. Вот. Но я посмотрю. И как посмотрю, я, конечно, обязательно отпишусь. Я думаю, сделаю пост, и мы с вами на вебинарах сможем это обсудить. Тем более у нас же будет с вами разбор темы декабристов, и вы посмотрите видео. Поэтому, конечно, мы с вами это затронем. О, круто! Ну, смотри, ты с Киргизии, офигеть! Круто, круто, привет! Следующий вебинар будет через неделю, то есть также во вторник в 18.30. Так что они всегда будут по вторникам, и всегда будет в 18.30. Вот, и домашки я всегда буду скидывать в чате. Субтитры подогнал «Симон»